Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о русском языке и о нашей грамотности, и о том, что нас делают неграмотными и грамотными. И первый вопрос, который я хотел задать, что, на ваш взгляд, не так с нами, с нами это теми, кто пользуется русским языком, на предмет изучения? Мы не так его учили, мы не так все запомнили, нам неверно преподавали, мы перестали обучаться русскому языку в возрасте уже взрослым. Что не так? Где вы свернули туда, что сейчас ты видишь большое количество неграмотной речи и много ошибок? Здесь несколько факторов. Мы начнем с того, что русский язык, он один из самых сложных языков мира. Это первое. Второе. Все считают как? Русский язык выучили, в 10-м или в 11-м классе закрыли учебник, и мы либо знаем, либо не знаем, но как-нибудь проживем. А третье, мне кажется, здесь вот лихие 90-е, они тоже сделали свое дело, когда разрушилась структура в государстве, образование начало рушиться, и я как раз в 90-е работала в школе, и мы, как последние, как исполины, пытались удержать это, а новые видения были какие? Убрать из школы все ненужное, мы теперь оказываем услуги, то есть все 90-е оказывали услуги, а не учили. И поэтому поколение 90-х годов, оно, конечно, а сейчас те, кто родился в 90-е, им уже больше 30-ти. Зачем вы это напомнили вот сейчас? И я сразу же, вот сказали, больше 30-ти, и я первое, что хотел здесь сразу же, коснуться темы неправильного использования всех числительных, которые возможны. Это одна из самых частых ошибок, кстати, которые я слышу, например, всегда. Вот вы сказали сейчас поколение, которое более 30-ти. А как вообще всегда? Есть ли какое-то универсальное правило? Как правильно слагать числительные? Да, есть, конечно же, очень хорошие есть ноты и в родительном падеже. Нет, нот трехсот, ошибки-то как раз вот именно то, что касается двести, триста, четыреста, а они склоняются как слово нота во множественном числе. Подставляете кому чему, трёмс там, но там, вот и всё. Да, вот это лёгкое правило-подсказка, которое помогает не ошибиться. Но, к сожалению, почему-то ей даже иногда не пользуются служители телевидения, и даже с экранов телевидения иногда бывают... Годы очень часто тоже неправильно называют, на самом деле. Когда две тысячи, и начинают говорить двух тысяч, и так далее. Как тут правильно? Две тысячи двадцать третий год, и, значит, нет чего две тысячи двести двадцать третьего года. Там склоняются последние части, то есть первая часть остаётся без изменений. Убрать это двух тысяч, двух... Да. На самом деле, на самом деле, проблема-то с числителями, потому что изучается в шестом классе на протяжении буквально нескольких уроков. И я прекрасно понимала, что в шестом классе это объяснить практически невозможно. И мы с ребятами обычно догоняем это в старших классах. Мы берём там двести пятьдесят восемь коров и склоняем. Потом берём там две тысячи двадцать четыре и делаем как порядковый, числительный, и тоже склоняем. И только вот во взрослом возрасте, если это отработать, это хорошо ложится. А если в шестом классе изучили, в одиннадцатом закрыли книжку, то результат – то, что мы видим. Русский язык сильно изменился? Вот какими правилами мы вообще руководствуемся и что происходит? Русский язык с точки зрения правописания 1956 года не менялся. Ух ты! Да, в 1956 году Министерством образования Российской Федерации был подписан свод правил, над которым работали 30 лет. Виднейшие учёные и лингвисты, среди них Ожегов, ну вот к словарю Ожегова нам известно, Щерба – это просто вот основы лингвистики. И они были сведены в единый свод, который был утверждён. И вот с 1956 года серьёзных изменений в правописании их не было. В 1956 всё утвердилось, а мы всё ещё плаваем и не знаем, как же это всё сделать нормально. Вот вы сейчас большей части работаете со взрослыми. Чем отличается обучение взрослых от обучения детей? Обучение взрослых отличается, ну, во-первых, материалом. Во-вторых, взрослым можно давать более объёмные понятия, более развернутые, потому что дети, они немножко по-другому мыслят, поскольку кругозор ещё не очень большой, и поэтому с ними идёшь поэтапно. А взрослым можно сразу развернуть всю картину, и когда взрослый вот это видит, эту картину, понимает, и он быстрее впитывает. И со взрослыми очень интересно работать, потому что они не такие, правда, как дети. Они не такие, как дети. А я долгое время работала в основном с детьми и привыкла достаточно к стандартному мышлению, знаю, что они скажут. А тут, хоп, мне выдаёт совершенно другое. И очень любопытно. С каким главным запросом к вам приходят взрослые люди? Ну, наверное, два запроса. У некоторых это просто прям реальная боль. Это когда требуется на работе писать серьёзные деловые письма и указывают на ошибки. Это первое. А второе, я бы сказала, русское зарубежье, это, нет, не русское зарубежье, это бывшие, сегодняшние СНГ, бывшие союзные республики, много из Казахстана людей, которые обращаются для поддержания русского языка. И именно не столько разговорно, потому что разговаривают они хорошо, а именно правописание. Но если у нас мы выпускаем не совсем грамотных людей, вы можете представить, где русский язык практически в изгнании там у них, и остаются один-два часа на правописание, но этому научить невозможно. А есть потребность? Есть потребность, потому что люди работают либо в России, либо каким-то образом связаны с Россией. Ну и, слава богу, у них тоже много организаций продолжают общаться на русском языке. Самые частые ошибки, которые совершают взрослые в письменной речи? Если мы говорим именно про правописание, да, то бич всех времен и народов – это «не» с разными частями речи и одна и две «н». Вот, полностью здесь согласен. Что делать? Давайте с «не» разберемся. С «не». С «не». Ну, для того, чтобы писать не слитно или раздельно, надо четко уметь определять части речи. Если вы умеете определять части речи, маленькая табличка на одну четвертую часть листа даст вам возможность правильно писать всегда не с разными частями речи. Так, я не умею определять части речи, мне кажется. Ну, вот для этого, конечно… Нет, я когда-то понимаю, ну, то есть я понимаю, что это наречие… Нет, в русском языке есть три кита. Да. Это части речи, части слова и члены предложения. Все, хана. Вот пришли в темный лес абсолютно. Давайте здесь чуть-чуть пояснение. Вот смотрите, как я объясняю детям, да, что собрались все слова, и стояла большая одна такая куча народа, да, и тут были и существительные, и прилагательные глаголы, которых мы сейчас знаем, как… И нужно было каким-то образом развести. И вышел кто-то старший и говорит, кто отвечает на вопрос «кто что» – в правый угол, кто отвечает на вопрос «что делать, что сделать» – в левый угол. И по вопросам развели всех по углам. И дальше они вот этими семьями стали развиваться. Вот это части речи. То есть слово, когда оно рождается, оно относится к какой-то части речи. Я говорила, что если оно родилось существителем, скорее всего, оно существительным и умрет. Есть члены предложения. Это для расстановки как раз знаков припинания. Потому что родители иногда задают вопрос «зачем» и части речи, и члены предложения. А вот члены предложения – это уже роли, которые играют эти слова. Представьте английский клуб. Вы заходите, стоят столы. Есть свободные места. И слово, ну, например, «книга» решила сесть за стол, и оно стало подлежащим. Книга лежит на столе, и оно подлежащее. Потом надоело ей сидеть. Оно перешло за другой стол. И, например, «Вася читает книгу», и книга стала дополнением. Вот это второй кит. И третий кит – это части слова. Это корень, суффикс, приставка. Мне кажется, вот это самое лучшее правило, которое, ну, вообще, вот, разграничение, которое знают люди. Я не видела людей, которые не могут выделить корень. Ну, то есть, вот, корень, суффикс, приставка – это то, что закладывается в начальной школе и закладывается очень хорошо. Поэтому с частями слова достаточно... Тут я бы с вами, конечно, сейчас поспорил. Поспоришь? Потому что особенно, когда смотришь ваши рилсы, а я их очень много смотрю, и ты понимаешь, что корнем слова может быть одна буква. Ну, бывает. И я сейчас про слово «прийти». И вот я, когда вы вот про это рассказали, и я такой, в смысле, как так нету корня? Ну, фактически для меня, как для пользователя, корня в слове «прийти» нет. Ну, реально. То есть, где? Приставка «при», корень и краткая. Да. Как? Корень и краткая. Суффикс окончания. Все. И ты такой, да вы прикалываетесь, что ли? Где? Нам всегда говорили, что корень, и ты дальше можешь понять однокоренные слова и там что-то простроить. А бывает такое, что раз, у тебя и краткая, и все. Бывают. При изменении слов... Вот вчера буквально мне задавали вопрос по поводу «сидеть и сел». Да, вроде бы про одно и то же, но проверять нельзя. Почему проверять нельзя? Ну, потому что тут корень сид, а здесь корень с, буковка. А е, это как в слове «сесть», это уже глагольный суффикс. А корень «с» в слове «сел»? Да. Потому что «л» — это суффикс прошедшего времени, «е» — это глагольный суффикс от глагола «сесть», «э, с» — это корень. Кажется, все. Ну, я понял, что вот тут и начинается все самое интересное. То, что вы сказали, конечно, про части слова. Но давайте вернемся к главному. Первое. Вы сказали про либо частицу «не», либо про приставку «не». Вот нам надо разобраться, где это раздельно и это отрицательная частица. Правильно я вообще называю это отрицательной частицей? Как это? Слава богу. А где эта приставка неожиданно становится? Потому что я каждый раз думаю, что это наречие, ненаречие, как, куда, почему. Ну, на самом деле, прилагательные, существительные и наречия на «о», «е», они кучкуются в одной группе, то, что касается «не». И вот если, да, то есть если вы понимаете, что это существительное прилагательное и наречие, которое оканчивается на «ое», то тогда вы четко руководствуетесь правилом. Раздельно пишется, если есть противопоставление с союзом «а», если есть слова-магниты, которые это не на себя оттягивают от слова, далеко, вовсе, чуть, нисколько, никогда отнюдь, плюс отрицательное местоимение. Так. И все. Давайте пример. Пример. Ну, вот смотрите. Невеселый человек. Невеселый. Нету слов-магнитов, нету противопоставления. Пишем раздельно. Невеселый, а грустный человек. Соответственно, пишем раздельно. Но в русском языке вот с прилагательными, если оно стоит не в том месте, то подразумевается противопоставление. Эти ботинки не желтые. То есть подразумевается, что они зеленые или красные. Или это не кроссовки. То есть мы подразумеваем, что это что-то другое. То есть, конечно, есть вот эти нюансы. Но когда человек освоил правила уже полностью, с нюансами легче справиться. А если в нюансы забираться, когда ты не знаешь правила, ну, тут здесь, конечно, сложно. А если с словом-магнитом, например? Со словом-магнитом, например, далеко не веселый человек. Далеко? Да, получается, далеко появляется слово или вовсе не веселый человек. Отнюдь не веселый человек. А вот с ОЕ на конце? Отнюдь нехорошо. То есть за работу выполнено, отнюдь нехорошо. То есть отнюдь забирает не... А, например, работа выполнена нехорошо. То есть тогда не будет писаться слитно. Я вышел с чата, потому что я уже понял, насколько только на вот это мне становится сложно. А когда всегда пишется слитно? Есть ли такая универсальная штука, чтобы мы понимаем, что все, вот тут вообще без вариантов? Когда слово без нее не употребляется. Ненавидеть. Ненавидеть нет. Да-да-да. Не взлюбить. Ну, то есть обычно же говорим, что вот с начальной школы лучше. Мне с глаголами пишутся раздельно. Потом появляется, кроме тех слов, когда без нее не употребляется. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, так вы увидите как можно больше людей и станете чуть-чуть грамотнее. В отношении частицы не... Разобрались. Будем считать, что разобрались. Второе, что вы обозначили как самое важное, и это правда так, это когда «н» одна, а когда их две. Я-то со словом «серебряный» мучаюсь все еще. Ну, здесь нужно просто запомнить, что это прилагательный с суффиксом «ян» и «смириться», и что это не стеклянный, а серебряный. Путаются. Стеклянный является исключением, пишется с двумя «н». Ну, это вот стандартный вариант. Почему-то песчаный хотят написать с двумя «н», хотя суффикс «ан» с одной «н». Прилагательный ан-ян-ин пиши с одной «н». Прилагательный с суффиксом... Ан-ян-ин пишется с одной «н». Исключение стеклянной, оловянной, деревянной. Оловянный стеклянный, оловянный деревянный. Кстати, в школе хорошо это нам вбили в голову. А вот все остальное начинает плыть сразу же. Во всех остальных случаях две «н». Нет, не во всех. Опять же, мы говорим о прилагательных. Там остаются два суффикса «он» и «ен». Это с двумя «н». Ну, например, революционный, исключение ветреный. Ну, ветреный человек, например. Но без ветреной уже не будет исключением. А еще одна засада – это когда корень оканчивается на «н». Луна – лунный. Машина – машинный. Потому что дети иногда в слове «машинный» они пытаются выделить суффикс «ин» и написать с одной «н». То есть мы поэтому в этом правиле начинаем. От чего образовалось слово? Если образовалось от слова, в котором нету «н», тогда идем по правилу. Если есть буква «н», ну, как вот «тайфун», «тайфунный», я не знаю, там «ураган», «ураганный» и так далее. Ну, на самом деле, сложность-то… Вот это еще полдела. Потому что это можно открыть словарь и посмотреть. Там без вариантов. А вариант – жареная картошка, которая может быть как с одной «н», так и с двумя «н». Когда как? На самом деле, вот мы с ребятами играем волшебников. Мы когда из жареной картошки, это отглагольные прилагательные, делаем причастие. Для этого достаточно добавить приставку «пережаренная картошка» или же зависимое слово «жареный в сковородке картошка». И тогда… То есть достаточно зависимого слова либо приставки, и пишется две «н». И это становится причастием. Вот сейчас так прозвучало, и у меня твердое ощущение, что будто бы я такой пофиг. Давай заниматься как раньше, интуитивно. Вот как чувствуешь, так и пиши. Редкое меню в ресторане возьмешь, где нет ошибок со словом «жареный», «томленый», «соленый», «квашеный» и так далее. Ну, либо редакторов нужно нанимать. Всем же кажется, что все нормально и так понятно. А зачем нам тогда, если вот в целом-то понятно, какая она картошка эта? Жареная или нет? А на самом деле… Ну, с «жареный»-то понятно, наверное. А вот, например, я как-то приводила там в одном из рилсов, «поедем» и «поедим». Когда мы произносим, все понятно. А когда пишем, «мы сегодня поедем», но написали окончание, если им, то тебе отвечают, «да, конечно, и мы вас сегодня накормим». А вопрос идет про поездку. Поэтому и таких слов пишите и пишите. Вот вы сейчас сказали, давайте проясним ситуацию с «поедем» и «поедим». Что там, как писать-то? Смотрите, если мы говорим о «поедим» от слова «есть», «принимать пищу», то там окончание «им» оно ударное, без вариантов. А «поедем» от слова «ехать» это глагол первого спряжения, и там будет окончание «ем». То же самое, когда нельзя проверять, вы пишете словом «пишите», это разное наклонение. «Пишите письма», это повелительное наклонение, мы заставляем кого-то что-то делать. А если вы пишете, это условное, это изъявительное наклонение, и зависит от спряжения. Писать глагол первого спряжения. А спряжение учат в первых классах. Что я делал в первом классе? Почему я это совсем не помню? Вот вы сейчас говорите, и я в целом понимаю, что я путаюсь даже в том, что такое спряжение вообще. Я думаю, что вам не очень повезло с участием. Что такое спряжение? Вот сейчас можете мне по-простому объяснить? То же самое. Нужно было глаголы разделить каким-то образом на группы. И их разделили. Если оканчивается на «ить», относится ко второму спряжению. Все остальные к первому. А окончание, такой лайфхак, в Инстаграме я нашла «целую, милая». «Целую». «Е-У-Ю» – первое спряжение. «Милая» – «И-А-Я». То есть, если вы понимаете, что это глагол первого спряжения, то будет окончание «Е-У-Ю». Если второго, то «И-А-Я». Кстати, вот это правило. Взрослые шикарно понимают. «Целую, милая». А дети – нет. С детьми я иду по-старому. Это вот разница между детьми и взрослыми. То есть, взрослых более расширенный кругозор, и они какие-то вещи схватывают значительно быстрее. Ты хорошо знаешь язык. Я просто хочу понять. Ты сейчас это слушаешь. Тебе так все знакомо, все понятно? Кто это придумал? Спасибо тебе, Дима. Просто что? Кто этот человек, кто все это придумал, усложнил? И почему нельзя как-то было все вообще по-простому сделать? Не знаю, мой муж-преподаватель говорит такую вещь, что это специально, чтобы учителя русского языка не были безработными. Похоже на то, кстати. Потому что, действительно, ты вот понимаешь, что я для себя, я никогда не забуду, как я давно-давно оказался первый раз в Пятигорске и зашел в музей Лермонтова. И там лежали его рукописные тетради в доме музея Лермонтова. И когда ты смотришь, как абсолютно великий русский поэт и писатель, с какими орфографическими ошибками он писал. То есть, потому что там рукописные тетради, ты смотришь и понимаешь, что да и нормально. Это не умаляет гениальности человека. Соглашусь. Вы знаете, муж работал в лицее и был педагог, талантливейший педагог в математике, который с ошибками по-русскому писал на доске. Но ему прощалось все. Потому что он был гениальный математик. Он единственным мог сделать за 15 минут все экзаменационные работы, которые приходили. Поэтому прощалось и на уровне администрации, и на уровне детей. То есть, это не высмеивалось. То есть, по-доброму так. А бывали тогда, когда вместо говорящего свертка писали горящий сверчок на доске учитель? У нее были проблемы с детьми, с родителями, администрацией. То есть, все по-разному. Вот гениальному, наверное, человеку можно простить. Пушкин тоже по математике имел двойки. Какие ошибки вы чаще всего замечаете, и они прям вас бесят? Вот есть такое, что вы такие, боже мой, как можно? Если мы говорим о письменном тексте, да? Да. то вот это, вот это, предэти, которую, ну, все пишут предэти, а я, причем даже, вот сейчас мне очень много приходит приглашений куда-то, либо же хотят разместить рекламу или еще что-то, но вот слово предэти выучить не могут. Хочется сказать, ребята, посмотрите ролик, там у меня уже про это сказано неоднократно. Ну, потому что нам же кажется, что идти, идешь и так далее. Да. И там должна быть дэ. Знаете, мне кажется, здесь проблема в том, что люди не сомневаются. Вот, но у нас наступила такая эпоха. Да хана языку будет, если мы начнем сомневаться еще, к тому же. Нет, ну, знаете, конечно, можно жить по принципу из «Москва слезам не верят». Если ляпаешь, ляпаю уверенно, он называется «точка зрения». Можно, конечно, так жить. Слабоумие и отвага нас спасет вообще. То есть вот реально. Вот, потому что тут мы и так ни в чем не уверены. А если еще и в языке начнем сомневаться? Ну, здесь не в языке, а в том, что ты пишешь. Потому что, ну, даже в переписке это не очень красиво. Ну, я не знаю, абсолютно четко, когда мне из пероагентства пишет девушка. Не хотели бы вы прийти к нам на мероприятие или куда-то? Так нет, она мне, она, значит, мы вступили в переписку, и она меня уговаривает поговорить со своим там руководителем, ну, чтобы взять на продвижение меня как эксперта. Ну, когда я в одном сообщении по 8-10 ошибок находила, и когда я начала разговаривать с ее руководителем, она говорит, да кому ваш русский язык нужен для взрослых? Вы, говорит, это самое, детей обучайте. А я говорю, знаете, я нашла кандидата. Говорит, ваш сотрудник. Ну, я уж не знаю, что там было с этим сотрудником дальше, но к тому, что сейчас, сейчас даже в предложениях, деловых бизнес-предложениях делают ошибки. Все реагируют по-разному на это. Но я абсолютно четко вижу тенденцию, что большинство руководящего состава начало требовать грамотности. Вот как в 90-е это все разваливалось, вот я так понимаю, что мы уже нижнюю точку прошли, теперь начинаем потихоньку подниматься. Вам интересно сегодня со мной разговаривать? На радио меня приглашали, со мной разговаривали. И на радио не ожидали такого отклика от слушателей. Он говорит, ну, у нас там психологи, нутрициологи, вроде бы всем все. Говорит, ну, такого, даже анекдоты присылали на тему русского языка. То есть я абсолютно четко вижу Вене. Ну, и за год 76 тысяч подписчиков у меня в Инстаграме для меня самой шок. Но я понимаю, что я делаю нужное дело. И люди, которые пишут мне, что, Елена Вадимовна, продолжайте, хотя хотят тех, которые оставите ложечки, ихние, и будем говорить, говорили, будем говорить. Ключевая проблема общения с вами, что теперь ты каждое слово, когда сейчас вот произносишь, думаешь, а ты вообще в курсе, как оно пишется? Потому что сказать сильно легче, чем написать зачастую. И я несколько раз уже у себя в интервью говорил о том, что я человек с уникальной врожденной безграмотностью. И действительно есть люди, которые обладают спецификой мозга, которая слышит немного по-другому, и дальше не может это все перенести в текст. И поэтому каким-то детишкам легче, это по школе сильно заметно, каким-то детишкам легче понять, услышать и дальше написать, а в диктантах это сильнее всего заметно. У меня это была просто боль ключевая, потому что особенно путание с ця и ца. При этом я встречал очень большое количество людей, преимущественно взрослого поколения, с врожденной грамотностью. Они не знают правила, но они сто процентов скажут верно и напишут верно. И это тоже интересно. То есть если начать обсуждать, слушай, ты знаешь, откуда это, почему это так? Человек скажет, нет, не знаю, но это так. Это действительно врожденное или раньше лучше учили? Знаете что, ведь как дети учатся писать? Берем из левого угола, ведем наискосок и так далее. И это все проговаривается и пишется. Сейчас вы будете букву А так проговаривать или Б? Нет, конечно же. Вы просто возьмете и напишите, потому что у вас перешло в навык. Задача была школы за ваше знание перевести в навыки. И вы, в принципе, уже не должны были помнить вот все эти правила, которые я вам сейчас перечисляла. У вас это должно было быть уже на интуитивном уровне. Но вы правильно говорите, у кого-то есть способности, плюс хорошие учителя, плюс начитанность, и тогда получался вот этот результат. Вы знаете, я не верю во врожденную грамотность как в таковую. Хотя меня уверяли, что, например, у моего папы была врожденная грамотность, у моего сына врожденная грамотность. Я считаю, что русский мой сын подчеркнул, поскольку он жил в семье учителя русского языка и невольно слышал правильную речь и всегда читал правильные записки, читал большое количество книг и так далее. Поэтому вот врожденной грамотности как чудо нет. Есть способные люди, есть способные к языкам, есть способные к техническим наукам. Да, те, которые не могут объяснить и легко пишут без ошибок, это, скорее всего, просто способные люди. Везет же. У меня это все с возрастом только перешло в то, что большая начательность помогает видеть ошибки во всех текстах. Во всех текстах я вижу все. И орфографические, и пунктуационные. Мы с вами еще о пунктуации не поговорили, а сейчас к этому подойдем. Но при этом, когда я пишу, я все еще могу нет-нет, да вот что-то сделать. Например, я часто сомневаюсь тоже в гласной О или Е после шипящих. Какое тут есть правило? Ну, если находится в корне слова, и можно заменить словом, в котором есть Е, например, черный – чернеть, желтый – желтеть, тогда это ЙО. К сожалению, у нас пришло много иноязычных слов, и часть из них ввели как исключение – шов, шорох, капюшон, крыжовник, обжор и трущоба. Но плюс еще есть шорты, шоу и так далее. Но их нельзя заменить на слово, в котором есть Е. А, соответственно, окончание суффикса, там зависит вот часть речи. Вот сижу и думаю, сейчас вот первое слово, которое новому пришло – шорстка. Шортка, слово «шерсть» можно заменить. Все, сразу же проверяю здесь через замену. Да, здесь орфограмма в корне, шерсть проверяем, все точно ЙО. Шепот? Шепот через ЙО, шептать. Шептать. Надо всегда находить вот эти слова. Да, на самом деле это надо находить, потому что может попасться какое-то вот иноязычное слово, и ты идешь, а, ну корень же, ну там в начале слова-то корень, да, окажется, что не так. Но это, как правило, иноязычные слова, они немножко инородные для нашего языка. И, ну вот... Да у нас своих-то исконно русских слов, если не брать там тюркскую группу, не брать какие-то другие слова, это там самовар, ну я сейчас и еще несколько десятков слов. Нет-нет-нет, древнерусских слов-то к нам много пришло. Так они все все равно пришли. Древнерусские, они наполовину тюркские. И когда ты понимаешь там корни и смотришь, тут финские, тут тюркские и так далее. И понимаешь, что их не так уж много. Отсюда и они такие иногда по звуку сложные. Нет, но есть слова, которые все-таки уже ассимилировались, даже те, которые с нерусскими корнями. А есть, конечно, слова, которые... Ну вот они прям инородно еще звучат. Опять же, мы четко знаем, что там до конца XIX века, да, не было буквы «Ф» практически. Не было буквы «Ф»? Ну, вообще все слова с буквой «Ф» — это иноязычные. Серьезно? Абсолютно. Фонарь, факел. Пушкин гордился, что у него нет ни одного слова с буквой «Ф» в сказках. Кстати, напишите, а вы знали об этом? Зачем мы ее добавили? Я вот сижу, жили же и нормально. Нет, ну потому что приходили иноязычные слова, и нам нужна была эта буква. Нет, ну есть еще слова, о которых я тоже недоумеваю от того, что почему нельзя было бы заменить. То есть, допустим, для меня, ну, очевидно же, что буква «Йо» — это смесь и краткой и «О». В слове «йогурт», например, мы все еще пишем через и кратку и «О». А почему нельзя взять и писать «Йогурт» через «Йо» и все? Ну что, миру бы хуже от этого стало? Я, честно сказать, не задумывалась. Надо с этим вопросом еще и «Йод» есть. И «Йод» точно так же. Детей же учат, когда, смотришь, она «А», какая буковка там? Арбуз там, на «Б», на «Е», на «Е»-то нужно что-то поставить. Вот вам «Йод» и «Йогурт», и на этом закончилось. И «Йошка-рала». Нам вообще и краткое, зачем, я вот иногда думаю, вот причем по названию уже понятно, что это краткое «И», чтобы мы ее не тянули, чтобы она для чего-то помогала. Ну, если мы будем писать «И», например, «красный», мы и должны бы тогда говорить «красный И». А мы же не говорим «красный И». Ну, кстати, раньше же говорили. То есть, ну, раньше была полная «И», а потом стала краткой. То есть, это идет оптимизация везде. «Е» и «О» послечислительных немного коснулись. Вторая по проблемам, которые я вижу, получает уже предложение, то, что вообще-то все подзабили на запятые. Можно вообще не ставить. Ну, это то, что я говорю в деловой переписке, потому что она вся сместилась все равно в мессенджеры, и ты понимаешь, что там люди не сильно заморачивались. Я сам иногда, когда думаю, что что-то я не знаю, как здесь это сделать, разобью на два предложения. Ну, это правильное решение. Да, простой лайфхак, и в целом понимаешь, что так даже, кстати, зачастую становится понятнее. Да. А какие основные здесь правила для меня, как для человека пишущего, когда мне нужно использовать запятые, когда не нужно, в деловой переписке вы бы могли назвать? Ну, постановка запятых в сложных предложениях. Это хана. Это все, это сразу же. Сложное предложение. Сложное предложение – это когда у вас два действующих лица. Ну, например, мама пришла, и я ушел. То есть два действующих лица, и тогда перед союзом и ставится запятая. Вы идете по пути правильному. Лучше поставить точку. Мама пришла, точка. Я ушел. Точка. И всем все понятно. На самом деле, когда у нас сейчас все в минимум слов уходит, потому что время становится самым ценным в нашей жизни, поэтому мы пишем, а иногда уже даже не пишем, а наговариваем, потому что некогда нам. Поэтому, на самом деле, вот это решение правильно. Я ребятам тоже говорю, не надо играть в Льва Толстого. Лучше поставить точку и начать новое предложение. Поэтому не надо мудрствовать лукаво здесь. Единственное, что вы не сможете избавиться от причастных оборотов, которые неизменно присутствуют даже в научном стиле. Но здесь его нужно научиться чувствовать. То же самое нужно перейти на навык. Вы понимаете, что дом, построенный в прошлом веке, до сих пор стоит. Вот построенный в прошлом веке – это запятых. Очень хорошее правило, что всегда нужно понимать, что подлежащие сказуемые, вот это мама и папа предложение, между ними одна запятая никогда ставится не будет. Потому что может быть причастный оборот с двух сторон, могут быть какие-то обособленные члены, обособленные обстоятельства, дополнения и так далее. Но просто между подлежащим и сказуемым запятой быть не может. Вот это как бы самое простое правило. Знаете, я мучаюсь чем? Ну вот каждый раз, когда ты начинаешь писать, к кому-то обращаясь, ну, соответственно, имя человека выделяешь запятой, и ты пишешь «Наталья», дальше «Пожалуйста». Запятая. Опять запятая. То есть направьте это сообщение. И, как правило, после этого тоже идет запятая, потому что там дальше, ну, по смыслу, там «Которая я вчера», ну и так далее, и так далее. Да. И ты сидишь и такой «Да ё-моё, ребята, давайте уберем все это», потому что ты понимаешь, что у тебя в одном предложении, может быть, там, до пяти запятых абсолютно спокойно, и ничего вроде бы мы такого что-то не делаем. Представите. Будет непонятно? Вы, знаете, он будет перечитывать несколько раз. Вот кажется, что все понятно. Нет, на самом деле, вы это читаете с интонацией. Вот вчера я была в аэропорту, женщина говорит монотонно, что там нужно вытащить ноутбуки из сумок, положить куда-то. Но она говорит это вот без знаков припинания, без всякой интонации. Да, роботизировано. Я ее пять раз просила повторить. Я говорю, вы скажите, что вы хотите? То есть даже когда мы говорим без пауз, понять невозможно. Запятая – это определенная пауза, это определенное выделение чего-то. Поэтому казнить нельзя помиловать. Христиан, например. Я, кстати, не знаю, сколько это правда, но я вот читал, что, ребята, успокойтесь, там нигде не нужна запятая. Там некоторые рассматривают как бессоюзное сложное предложение, и там они ставят, что... Дефис. Тирео ставят. Ну да, казнить дефис нельзя. На самом деле, это спорный вариант. Я тоже это видела в интернете. Да, они решили, что они открыли Америку. На самом деле... Черт подери, мы все еще не знаем даже, что в этой самой известной фразе. Вы сказали про аэропорт. Я долго себя приучал к тому, чтобы правильно говорить по прилете и по приезде. Да. Я слышал, что 99% людей все еще... 99, 100. Что ж тут врать-то почти 100% людей говорит по прилету и по приезду. Ну и так далее, по приезду. Да. Сфигали, во-первых, я хочу спросить, что я знаю, что так правильно по прилете. Но это очень ломает язык. То есть хотя ты понимаешь... Ну потом уже привыкаешь и понимаешь, что вроде бы действительно так правильно. Понимаете, в чем дело? А вот откуда у нас это по прилету и по приезду? Ну это как и оплата по карте. Вот что меня бесит до невозможности. Дело в том, что... Потому что мы не задумываемся и не сомневаемся. Потому что мы один раз неправильно услышали и продолжаем повторять. Ну у меня ребенок, например, тут читал и говорит «Вольтер». Я говорю, это кто? Это Вольтер оказался. Но если бы я его не исправила, он жил с ощущением, что там Вольтер. Да. По всей вероятности нас вовремя не исправили. Просто наши родители или те, кто вот вокруг нас произносили, они произносили это неправильно. И мы все стали так... Конечно. Конечно. Откуда вот, как с поветрием, словом крайний, нельзя говорить. Не дай бог сказать последний. Моментально же разнеслось. И у меня подруга с двумя высшими образованиями крайний раз. Я говорю, Иль, ничего не будет с тобой, если ты скажешь последний. И это... Ну тут я хотя бы на суеверие могу списать. Ладно. Крайним. Да. Ну, дело в том, что с неправильной формы. А вот это на районе. Вот это... Живу на районе. Да. Или у нас на районе. Вот. Опять же... Почему нельзя к району относиться? У меня здесь сразу оправдание этих людей. Почему нельзя относиться к району, как к поверхности Земли? Не знаю, дурачься, конечно. Ну, потому что нельзя. Да. Ну, потому что... Ну, есть определенные нормы, да. Это, скорее всего, пришло, вы знаете, скучать за кого-то. Вот в моем окружении никогда этого не говорили. А няня моего ребенка, она очень долго жила в Коголыме. И вот оттуда именно, из Сибири, потом приехала у меня одноклассница, они вот начали говорить, скучать за кем-то. Сейчас полцентральная Россия говорит таким образом. Ну, то есть, понимаете... Вот, кстати, вот здесь давайте проясним. У вас был потрясающий рилс на эту тему. Ну, вот можете еще раз это правило зафиксировать для всех? Скучать. Да. И тосковать. Да-да-да. Ну, на самом деле, долгое время вот это было и это нормой было, и мы учили детей вот в ЕГЭ, скучаю не по вам, а по вас. Сейчас, сейчас допустим и тот, и другой вариант. Но официально вот это скучаю по вас, его не отменили. Вот. И поэтому... Ну, я там об этом и говорю, что для меня это тоже достаточно странно, потому что не тот падеж, да. Но, тем не менее, это была закрепленная, и сейчас это закрепленная, вот скучаю по вас, а не по вам. Но вам уже допустимо. Кстати, вот по тому, как... То, что касается норм произношения, вот они меняются. Мы говорили с вами о правилах, которые... Да, написание. ...правописание, а норма произношения где-то раз в пять лет какие-то изменения вносятся. Ну, например, кофе разрешили средним родом называть. Да. Но не заменили мужской, потому что в прессе поднялась шумиха, сказали, что всё, кофе средний род. Нет. Кофе осталось мужским родом, но при этом допустимо... То есть уже не является изгоемым тот человек, который говорит крепко «Е кофе». Здесь легко запомнить. То есть если тебе принесли кофе откровенное говно, то ты можешь позволить себе, соответственно, сказать, что да, оно было говно. И тогда... Куча крепкая. Тогда всё понятно. Тогда нет претензий к тому, что тебе в этот момент принесли. Ух ты. Ну, с кофе это на самом деле понятно. Послабление делается, потому что язык развивается, и как большинство людей говорит, всё равно идут. Так же, я думаю, скоро и появится, что официально можно говорить «оплата по карте». В приложении даже самого известного в России банка так пишется «оплата по карте». То есть я к тому, что всё-таки... Ладно, ну если они это так называют, давайте так это и оставим. Ну да. А при этом всем, видимо, ломает сказать, что оплата карты. Ну там творительный падеж. Это чёткое управление. То есть определённые глаголы требуют определённого падежа. Поэтому здесь мы... А по кому почему, это дательный. Ну в данном случае оплата — это отглагольные существительные. Отглагольные существительные требуют творительного падежа, а не дательного. И поэтому здесь не изменят. То есть здесь это грамматическое правило. Вот я вернусь к этому всё-таки им пресловутому. Хочу разобраться всё-таки, почему по прилёте правильно, а не по прилёту. Как понять? Почему Е, а не У? Сейчас я буду думать, как ученик. Как вот это, в лесе и в лесу. Да, да, да. На самом деле это же пошло от того, что когда-то был еще местный падеж, и вот там разграничивались окончания Е и У. Местный падеж? Прямо реально такой падеж? Местный? Да, да. Был еще звательный падеж, местный падеж был. Да, то есть, так сказать, нашим пра-пра-пра-бабушкам было значительно тяжелее учиться в школе. Другое дело, что Россия была неграмотной вообще. Так, и в местном падеже. И в местном падеже вот там как раз окончание У. А нормы сделали окончание Е. Вот и все. Как заново влюбиться в русский язык и начать получать удовольствие от того, чтобы в основу пойти и не стесняться этого? Москва не сразу строилась. И есть люди, которые бережно относятся к языку, именно сомневающиеся. И если они точно не уверены, как писать, они посмотрят в словаре. Точно не уверены, как говорить, они посмотрят в словаре. Ну, Владимир Владимирович Путин всегда говорил, что я там среди ночи мог позвонить профессору Ленинградского университета и проверить, как правильно пишется это слово. Это глава государства. Поэтому, опять же, благодаря ему мы слышим с экрана в телевидении хороший русский язык. И когда говорит президент так, то остальным уже министрам, и доходя до нас, уже говорить плохо, ну, по меньшей мере, некрасиво. И сейчас же очень модно и популярно стало выступление. И люди по-разному к этому относятся. То есть некоторые сомневающиеся, они каждое своё слово проверят парафоэпическому словарю и выйдут с грамотной, хорошей речью. Некоторые, конечно же, могут позволять себе. Поэтому очень важно слушать тех, кто говорит хорошо. То есть ведь любовь к языку, она формируется за один день невозможно. Знаете, вот как ребёнка из детского дома ты возьмёшь, он тебя не полюбит за один день. А долгие-долгие годы терпеливо, кропотливо... Финализировать наши разговоры я бы хотел, конечно же, в отношении ударений. Люди часто ошибаются в ударениях. Особенно, когда нужно просклонять какое-нибудь слово, и ты быстро в голове не можешь это сделать, потому что уже в полёте что-то озвучиваешь и так далее. Какое, какие основные правила есть в том, чтобы не ошибаться, когда ты особенно склоняешь то или иное слово, чтобы ударение было верным? Правил, наверное, нет. Только, знаете, как это, рояль в кустах. Но с тортами даже все мучаются. Ну, опять же, есть какие-то слова, в которых вот часто делают ошибки. Но любой человек их может выучить. Там торт, да, мы подставляем тортики, и всё замечательно. И, соответственно, когда мы склоняем, ударение остаётся на корне. 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 И есть часть слов, там, порт, кран, шарф, торт, это слова, которые из одного слога, и при склонении ударение сохраняется. Но, к сожалению, чтобы разобраться в ударении, невозможно по правилам. Невозможно. Вот это я вам честно говорю. Вот я учу. Я учу, как говорить правильно, завидно, мозаичный, вероисповедание, потому что это вероисповедовать, дешевизна, не гонялся бы ты поп за дешевизной, через какие-то вот куркума-пума, только-только таким образом. Но в любом случае, ведь у нас атлас-атлас, ударение на другой слог и вообще совершенно другое слово. Поэтому вот сейчас очень важно донести до людей о том, что, вот как говорил Тургенев, лучше не скажешь, что это достояние, переданное нам нашими предшественниками. И наша задача не убить то, что нам передали, а нашим детям и внукам передать, ну, хотя бы в том же состоянии, а еще лучше, чтобы он был шире, богаче, красивее. Спасибо вам огромное. У меня целью разговора было как раз влюбить в язык и то, чтобы все, конечно, подписались, смотрели, следили за теми продуктами, которые вы в том числе создаете, и для того, чтобы мы язык могли сохранить и хотя бы чуть-чуть усовершенствовать и начать говорить правильнее и писать, потому что я с вами полностью согласен. Вот то, какой язык мы передадим и в каком виде мы его сохраним, ну, оно зависит только действительно от нас. И хотелось бы, чтобы, конечно, мы все, я про себя в первую очередь, говорили как можно грамотнее. Спасибо большое. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. До новых встреч.